Так, доброе утро, уважаемые коллеги. Радую вас всех видеть на нашем сегодняшнем вебинаре. Сегодня у нас 29 октября. Вы огромные молодцы, потому что в этих сложных условиях у нас всегда сложно начинается учебный год. Здесь еще особые ограничения, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией. И очередное обновление нашей электронной системы. Поэтому, несмотря на все препятствия и сложности, вы выстояли эти уже два месяца нового учебного года. И сейчас в эти нерабочие дни у нас с вами есть возможность спокойно, никуда не спеша, ни на какие уроки, каким-то другим делам встретиться и поговорить на важные вещи. Сегодняшний наш вебинар называется «Форма контроля в Московской электронной школе». И вести его будут для вас местодисты Института содержания, методологии и технологии образования Дмитриева Ольга Святославна. И Блинков Евгений Александрович. Очень приятно, что многие коллеги подключили камеры. Можно будет, когда мы с вами будем общаться, подключиться и микрофоны, чтобы это было действительно живое общение. Потому что наша задача с вами так, чтобы тот час, в который мы с вами будем общаться, прошел для нас с вами с пользой. Итак, давайте с вами перейдем к следующему слайду нашей презентации. Итак, мы с вами будем говорить о том, что такое форма контроля. И одно из как раз новшеств, с которыми вы встретились в сентябре, когда пришли на работу и открыли электронный журнал, то вы увидели в формах контроля, что выпадает достаточно длинный такой вот список, который пополнился по сравнению с прошлым годом. И у многих из вас это наверняка вызвало недоумение. У кого-то может быть раздражение, у кого-то может быть и радость, у кого-то непонимание. Вот чтобы убрать это непонимание и понять, почему так произошло, что это нам дает, какую пользу для нас и для наших учащихся, их родителей, можно извлечь из этого. Вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. Уважаемые коллеги, кто может подключить микрофон, поднимите руку. И буквально первые пять, кто поднимет руку, поделитесь, пожалуйста, какие формы контроля, из тех, которые вы видите сейчас на слайде, вы используете наиболее часто, в настоящий момент, за сентябрь, октябрь. Так, Наталья Ивановна, пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро, коллеги. Доброе утро. Я использую, например, домашние задания, форму контроля, домашние задания. Дальше конспект, лабораторная работа, олимпиада. Так, дальше идет у нас решение задач, тест, устный ответ и учебное задание, и цифровое домашнее задание. Так, спасибо большое. Давайте, Ольга Давидовна. Да, добрый день. Добрый день. Особенно в преддверии подхода к итоговой аттестации очень нравится мне форма контроля ведения тетради. Она просто спасает суть, если у ребенка спорная оценка или, ну, допустим, низкая накопляемость. Терминологический диктант, естественно, для биологии очень актуальное. Терминологический диктант, учебное задание, например, ну и опрос, если идет фронтальная форма работы, например. Так, спасибо большое. Ну так, ну что ж, коллеги, мы с вами видим, что действительно есть большой список вот этих вот форм контроля. И сегодня мы с вами будем разбираться, что за каждым из них стоит. И вот действительно есть те, которые более популярны, менее популярны. Как раз об этом будем с вами сегодня говорить. Ну, вначале давайте с вами попробуем ответить на такой вот вопрос. Значит, сейчас вы можете перейти либо по QR-коду, у кого есть такая возможность с мобильного телефона, или перейти по ссылке для небольшого опроса. Сейчас я ссылочку кину в чат нашего с вами собрания. Для тех, кому удобнее будет перейти по ссылке, вы можете перейти по ней. Итак, значит, вопрос, на который мы вам предлагаем ответить, там у вас откроется форма с тремя строчками. Можно ввести только один какой-то ответ, можно два, можно три, да, просто вот словами. Вот за что же мы ставим отметку в журнале? Вот просто одно-два слова в каждую ячейку, то есть можно один, можно два, можно три варианта. Вот за что вы ставите отметки своим ученикам? Так, мы сами видим. Значит, вопрос, устный ответ, домашнее задание, тест, введение тетради. Так, значит, зазнание, да, мы здесь видим, мы сами видим среди вариантов, как формы, да, вы конкретные называете, так и то, что мы с помощью этих форм как раз пытаемся оценить, да. Так, спасибо, Ольга Сославна, можно убрать, да, облако ответов и вернуться к презентации. Так, ну, давайте с вами попробуем ответить на этот вопрос, да, за что же в итоге ставится отметка и с помощью каких форм контроля мы с вами это можем сделать. Материалы, которые мы с вами сегодня будем обсуждать, есть, значит, небольшие пособия на сайте нашего института. Вот сейчас на слайде вы видите, как выглядит сайт нашего института. И в разделе разработки института вы всегда можете зайти и посмотреть полезные материалы. Ссылку вот на наш сайт я сейчас только что бросил в чат собрания. Да, значит, и здесь в разделе разработки института вы сможете найти в том числе вот такое пособие, которое называется формы контроля в Московской электронной школе. И, да, про это пособие мы еще в конце нашего вебинара скажем. Так, переходим к следующему слайду на презентации. У нас в прошлом году, да, были уже привычные нам формы контроля, которые мы с вами выбирали. Значит, ну, это одна из таких популярных форм была работа на уроке. В этом году эта форма контроля, она исчезла. Значит, вот когда мы с вами ставили работу на уроке, да, за что же мы в итоге ставим отметку? Да, то есть ученик, да, его родители, иногда вы, да, когда там вам задаются вопросы ваши учащиеся, да, там, или их родители, а за что была поставлена вот эта отметка, да, вы говорите, ну, написана же работа на уроке. А что же делал, да, вот ученик на этом уроке? Бегал, прыгал, да, там, что-то исследовал, зачем-то наблюдал и так далее. То есть вот здесь хотелось бы какой-то конкретики, да, чтобы понимали и родители, да, у которых куча вопросов к нам, да, которые контролируют нашу с вами работу. Да, и иногда и нам с вами тоже полезно понять, да, а что же мы в итоге все-таки делали. Да, и так, поэтому, собственно, вот работа на уроке, да, как такая вот форма контроля, она исчезла из электронного журнала в этом учебном году. Ну, и, соответственно, возникает вопрос, вот мы с вами отвечали на вопрос, за что ставится отметка? Поэтому, конечно, очень важно нам с вами сейчас решить, а что вообще такое процедура оценивания, которую, безусловно, каждый учитель владеет и пользуется постоянно в своей работе. Так вот, под оцениванием понимается определение качества знаний и уровня сформированности умений и навыков, в совокупности определяющих образовательные результаты ученика. То есть, иными словами, если говорить относительно этой виртуальной девочки, мы скажем, что в ее тетрадке при выполнении ей работы был собран маленький личный образовательный результат, который учитель сравнил с неким эталоном и поставил некую отметку. Мы никогда не оцениваем конкретного ребенка, мы не оцениваем его личность, мы должны оценивать ту проделанную работу или ту деятельность учебную, которая ведет к образовательному результату. То есть, говоря еще короче, процесс оценивания – это сравнение получения личного образовательного результата школьника с неким эталоном. Ну а сама отметка, про которую мы с вами сегодня в самом начале нашего вебинара фантазировали, это результат оценивания, выраженный в числовом виде. Именно эта отметка попадает в журнал. И вот здесь очень важно, чтобы эта отметка была понятна и родителям, и нам с вами, потому что на самом деле по ней мы можем судить о том, как происходит прирастание образовательных результатов в процессе обучения. Ну и если мы зададимся себе вопросом, я думаю, что я сейчас говорю совершенно про озвучные вещи, какую работу мы будем проверять и оценивать. Вот за такую работу, примеры, которые сейчас находятся на экране, нам захочется поставить отметку 5? Я думаю, не захочется. И скорее всего большинство из вас захочет за такое поставить отметку 2. Но я думаю, что далеко не все будут так делать, потому что будут понимать, что это будет источником неких конфликтов. Поэтому та самая самостоятельная работа, работа, которая должна быть выполнена самостоятельно, прежде чем она будет оценена, из-за нее будет поставлена отметка. Что нам дает? Мы понимаем с вами, что любая деятельность ученика, которую будет оценивать учитель, должна быть выполнена самостоятельно. Не должно быть ситуации, когда кто-то за ребенка выполнил действие, и ребенок в журнале получил отметку. И таким образом получается некая тавтология. Работа должна быть самостоятельной, и у нас есть форма контроля, самостоятельная работа. Почему мы сейчас говорим про нее? Потому что прошлый год и перед этим эта позиция была у нас в формах контроля в журнале, а в этом году она исчезла. И, так сказать, хотелось бы объяснить, почему. Почему самостоятельная работа исчезла как форма выставления оценки, форма контроля? Потому что мы, еще раз повторяю, любая деятельность ученика, оцениваемая учителем, должна быть самостоятельной. Абсолютно любая. Была у нас еще одна любимая форма работы, проверочная работа. Любая работа, за которую мы с вами ставим отметку в журнал, она проверочная и проверяется учителем. И если мы, соответственно, используем эту форму контроля, то получается, что остальные-то работы, остальные формы не проверялись учителем. Но тогда становится странным, а почему отметка попала в журнал? Почему она там есть? Поэтому в этом учебном году исчезла и вот такая форма контроля, как проверочная работа. Я думаю, вы со мной согласитесь, что в этом есть определенный смысл. И так, и дальше мы с вами поговорим о том, как же формируются образовательные результаты. Потому что наша образовательная организация, они обеспечивают именно мониторинг индивидуальных образовательных достижений или образовательных результатов конкретных учащихся. И поэтому вот те отметки, которые мы с вами ставим, они отражают динамику именно вот таких вот индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с теми планируемыми результатами освоения, ну, там основной, например, образовательные программы соответствующего уровня общего образования. То есть у нас есть содержание учебного материала, и на основе этого содержания мы с вами оцениваем конкретные действия наших учащихся. То есть еще раз на слайде написано, что образовательные результаты, они формируются именно через организацию деятельности учащихся с вот этим содержанием учебного материала. Именно это мы с вами должны оценивать. Ну, например, вот в этом году в дневнике появляется новая такая функция, когда учитель будет выбирать планируемые результаты. В этом году она появляется в пятом классе, ну, а в следующем году появится с пятого по девятый класс. И каждому уроку вы можете выбрать конкретный планируемый результат. Ну, вот некоторые примеры таких вот формулировок здесь все представлены на слайде. Значит, да, там объяснять смысл понятий, аргументировать ответ и так далее. Значит, вот с помощью каких же форм контроля мы с вами можем оптимально оценить, достиг конкретный ученик этого результата или не достиг. Ну, вот дальше на слайде, да, на синем фоне здесь представлены возможные формы контроля, далеко, конечно, не все, да, которые можно выбрать для конкретных результатов. Когда мы с вами проводим, например, исследование или эксперимент, да, для нашего предмета это характерно. Соответственно, мы здесь можем использовать и виртуальный практикум, это может быть и в формате какой-то лабораторной работы, исследовательской работы и так далее. Значит, например, да, объяснять смысл понятий. Вот коллеги говорили о том, что, да, используют обязательно терминологический диктант, потому что, да, в нашей науке много терминов, с которыми мы знакомим наших учащихся. Это может быть их устный ответ, да, и так далее. То есть вот эти вот формы контроля, тот огромный список, да, который появился в этом году, это именно вот эти формы оценки образовательных результатов, которые проявляются в процессе самостоятельного выполнения учащимися определенных учебных действий. То есть ребенок всегда что-то делает, и эту деятельность мы с вами оцениваем, и эта деятельность всегда самостоятельная. Так это вот то, что мы с вами должны были понять на данный момент. Следующий слайд. И в этой связи, в общем-то, давайте вспомним 1 сентября, то есть первое открытие нашего журнала и выставление первой отметки. Ну, я-то себя очень хорошо представляю в этот момент. Я ищу определенную форму контроля и не нахожу ее. Я понимаю, открыв список, что я как учитель ничего не понимаю в том, что написано. А мне бы хотелось понимать, и мне бы хотелось, работая с журналом, иметь позитивное настроение, и, так сказать, не тратить время на выбор форм контроля с тем, чтобы подписать ту или иную отметку, поставленную в журнал, чтобы родители понимали, за какой вид деятельности школьник получил эту отметку. И в этой связи наша задача сегодня поговорить о том, как эту работу сделать максимально комфортной, максимально удобной для вас прежде всего. И вот сейчас я на слайд вывела результаты, которые получились в результате снятия статистики об используемых формах контроля за эти два месяца, за сентябрь и октябрь в одном из округов Москвы. И вы здесь видите числа в процентах, насколько часто используется та или иная форма контроля в практике работы учителей одного округа. Обратите внимание, что я не поставила просто на этот слайд все результаты. Все формы контроля, которые перечислены в этом списке, в том или ином виде, поучаствовали в этой работе. То есть и в журналах стоят отметки по разным формам контроля. Но я вывела на экран несколько такой парадоксальный результат. Вот давайте посмотрим, и мы его сейчас с вами без труда увидим. Особенно в контексте того, о чем мы с вами только что говорили. Домашнее задание. Хороший вид контроля, легко наполнить отметками журнал. Как бы можно это сделать быстро, если использовать цифровое домашнее задание. Значит, у нас получается 14% просто домашнее задание. И, ну, по большому счету, 14 отметок из 100 было выставлено за домашнее задание в журнал. И, соответственно, 7 отметок из 100 было выполнено за цифровое домашнее задание. Ну, а если, так сказать, сложить эти числа, то мы получаем 21%. То есть каждая пятая отметка, стоящая в журнале, за выполнение домашней работы. Проблема-то в том, можем ли мы сказать, что домашняя работа выполнена полностью самостоятельно. Не делал ли ее кто-нибудь из соболезнующих родственников за ребенка. Это очевидная проблема. И именно эта проблема в форме дистанта дает нам такое существенное повышение аттестационных оценок, а потом дает на государственные итоговые аттестации расхождение в выставленных баллах. В форме независимой проверки знаний и в форме того, как аттестует учитель ученика. Так, значит, вот это результаты, которые мы получили, так как идет мониторинг всей нашей работы. Поэтому, коллеги, обращайте внимание на то, что формы контроля, которые вы должны выбирать, они должны быть, естественно, разнообразны. То есть это не всегда должны быть, да, там, те три-четыре формы, которые вы наиболее часто используете, которые у вас популярны. Что согласно новым стандартам, сейчас мы с вами работаем по стандартам второго поколения, со следующего года мы уже переходим на ВГОС 3.0, да, и там именно, да, нужно оценивать именно деятельность ученика и в разных ее формах. Поэтому, да, вот здесь как раз нужно на это обращать внимание. Дальше давайте с вами попробуем разобраться в итоге, да, значит, что же это за формы контроля и в чем их суть. Так, сейчас, видимо, Ольга Сославовна переключает. Вот, для удобства, да, для того, чтобы мы с вами смогли разобраться в разных формах контроля, значит, мы попробовали их сгруппировать, да, значит, и по ходу дела они здесь будут выделены особыми цветами. Итак, первая группа, которую мы выделили, это как мы применяем теоретические знания, полученные на нашем уроке, на практике. Значит, ну, вот здесь мы выделили четыре формы, да, которые мы с вами можем выбрать. Это лабораторная работа, виртуальный практикум, практическая работа или исследовательская работа. Итак, чем же они отличаются и где какую форму мы с вами должны выбрать? Значит, ну, вот в пособии, о котором я говорил и которые еще раз вам скину в конце нашего вебинара, да, значит, там есть такой глоссарий, да, то есть словарик, в котором перечислены все вот эти вот формы контроля и можно будет прочитать вот эти вот такие развернутые формы, да, определений. Значит, ну, мы для вашего удобства, да, как бы постарались на слайдах вычленить самую суть, да, чтобы понять, где за что мы с вами стоим. Итак, лабораторная работа. Когда мы с вами изучаем объект, ну, как правило, с применением какого-то специального лабораторного оборудования, это будет как раз лабораторная работа в стандартах, да, и второго, и третьего поколения эти лабораторные работы прописаны в примерных образовательных программах, и там есть список, из которого вы можете выбирать, да, те лабораторные работы, которые вы проводите на своих уроках. Дальше появилась новая форма, это виртуальный практикум. Сейчас есть достаточно много ресурсов, они появляются в Московской электронной школе, когда мы с вами можем провести имитацию эксперимента с помощью такого-то электронной формы. Соответственно, здесь мы тогда, если в такой форме, да, там есть разработки, например, от 1С, наверняка давно коллеги использовали, когда еще это выпускалось на дисках, сейчас это появляется и в Московской электронной школе, все эти виртуальные лаборатории можно использовать. И, соответственно, если ребенок выполнил такую работу, то мы выберем форму контроля виртуальной практикум. Дальше в нашем предмете есть практические работы. Практическая работа — это та форма контроля, которая позволяет оценить именно уровень практических навыков и умений учащихся. Ну, как правило, да, в нашем предмете практические работы, они не связаны, не обязательно связаны с лабораторным оборудованием, и такие работы тоже присутствуют в наших учебниках. Ну, а вот уже более такая серьезная форма — это исследовательская работа, которая позволяет оценить умение обучающегося, проверить исследования для получения новых знаний, когда учащийся выдвигает гипотезы, дальше в ходе исследования проверяет эти гипотезы и делает какие-то выводы. Значит, вот это, что такое исследовательская работа. Итак, давайте с вами посмотрим некоторые примеры. Ну, вот возьмем, например, один из таких ресурсов, который мы недавно разработали. Значит, это исследование клеточного строения листа. На тех ресурсах, которые мы брали из Московской электронной школы, на слайде мы обозначили ID приложения, по которому вы можете найти тот или иной ресурс. Итак, клеточное строение листа. Я сейчас буду демонстрировать некоторые фрагменты этого исследования, а Ольга Стаславна прокомментирует. Очень удобно использовать в качестве введения в проблему, а любое исследование начинается с постановки проблемы, различные формы диалогов. Я не буду сейчас зачитывать, что говорят, так сказать, эти участники диалога. Вы это видите, будет происходить быстрее, если вы будете читать с экрана сами. Вот. Так вот, беседующий учитель и ученик подходят к постановке проблемы в ходе своей работы. Вы понимаете, что для этого не нужна виртуальная подпитка. Если вы находитесь на уроке реальном, то вы можете вполне эту форму работы провести сами. Евгений Александрович, вы побыстрее демонстрируйте, я успеваю проговаривать. Вот. И, соответственно, эта часть средства нужна для того, чтобы поставить, чтобы у ребенка была возможность поставить проблему. Понятно, что вы сейчас увидите, что беседа построена таким образом, что идет опора на тот опыт, который есть у ребенка к этому моменту, что он видит вокруг себя. И вот такие ситуации нужно обязательно моделировать в ходе, так сказать, исследовательской работы. Продолжаем дальше. И следующий итог. После того, как проблема поставлена, она выглядит таким образом, коржица не должна, с одной стороны, мешать листу осуществлять фотосинтез, но при этом она должна защищать лист от факторов внешней хирургии. Итак, проблема поставлена. Можно на основе этой проблемы сформулировать некие гипотезы. Гипотезы сейчас перед вами. На что я хочу обратить внимание. Во время постановки гипотезы вы должны понимать, что у ребенка любое предположение можно считать верным. Поэтому вот здесь гипотеза, постановка гипотезы реализована в форме такого своеобразного тестового задания с переключателями. И любой выбор ребенка, он будет оценен зеленым цветом. Потому что дальше последует этап проверки гипотезы. Когда ребенок возьмет микроскоп и начнет него рассматривать соответствующее строение листа. То есть, иными словами, мы проходим все этапы экспериментальной работы на уроке виртуально или очно. Значит, у нас есть возможность увидеть части клеток, посмотреть на особенности их строения и затем проверить свою гипотезу, вернувшись после исследования, сформулировать выводы. И вот когда мы формулируем выводы, у нас могут быть как верные, так и неверные варианты ответов. То есть, красный цвет здесь сигнализирует о том, что данная гипотеза не подтвердилась. Для чего мы сейчас с Евгением Александровичем продемонстрировали вам этот маленький кусочек, этот маленький пример. Идем далее. Сделали мы это для того, чтобы вы понимали, что лабораторная работа, в смысле исследовательская работа всегда содержит гипотезу, всегда содержит какую-то экспериментальную, опытную часть, которая проверяет правильность гипотезы. И если гипотезы нет, построенной на основе проблемы, значит, мы данный вид работы не можем назвать исследованием и, соответственно, не можем выбрать форму контроля исследовательская работа. Но мы можем выбрать часть. Например, когда мы учим детей ставить гипотезы, когда мы учим выявлять проблемы, потому что никогда не бывает так, что мы сразу получили результат, и ребенок у нас сделал исследование. К этой работе надо идти медленно, маленькими шажками, чтобы образовательный результат был получен. Перехожу ко второй форме. Мы даже не стали прятать от вас это название, потому что долго я здесь говорить не буду. Лабораторная работа. Мы имеем объект, мы имеем оборудование лабораторное, и мы имеем некую инструкцию, выполняя которую ребенок получает некие выводы, которые могут являться новым содержанием, новым открытым, вновь открытым знанием каким-то. И эта деятельность в нашем предмете с вами очень продуктивная. И, как сказал Евгений Александрович, отделить лабораторные работы нужно обязательно, посмотрев стандарты нового поколения, потому что там все эти работы прописаны. Продолжаем дальше. Практическая работа. Практическая работа – это некий перенос практики в теорию, когда навыки и умения применяются к неким объектам, которые не обязательно реальны, они могут быть виртуальны, они могут быть представлены на работе, вы сейчас видите работу, которая размещена в МЭШ. Эта работа, в принципе, подготовлена Бабришова Ирина Александровна, я ее очень люблю. Значит, здесь есть объекты, они описаны, даны изображения этих объектов. Коротенький текст сообщает нам, рассказывает детям о том, какой образ жизни ведет каждый из этих объектов, и вот по этому образу жизни нужно выполнить четыре задания, применив практические знания о цепях и сетях питания, о трофических уровнях, ну и так далее. То есть это классическая практическая работа. И если вы сейчас как грамотниче, а вы, безусловно, грамотные, мы даже не сомневаемся в этом, ни минуточки, вот, вы себе скажете, да я таких работ придумаю много. Придумывайте, это будет только делать быстрее достижимым наш образовательный результат. Таким образом, мы с вами посмотрели примеры практикумы, исследовательской работы, лабораторной работы, практической работы. И вот здесь на, так сказать, авансцену выходят еще две формы, решение задач и учебное задание. И я возвращаюсь здесь к тем парадоксальным результатам, про которые я начала говорить. Учебное задание у нас использует, так сказать, дало статистику в 10%. И, так сказать, это говорит о том, что наши учителя очень хорошо умеют пользоваться постановкой проблемы. Евгений Александрович, откройте, пожалуйста, нам определение, что такое учебное задание. Итак, учебное задание. Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках проблемной ситуации. То есть, обращаю ваше внимание, если вы ставите отметку учебное задание, выбираете эту форму контроля, то вы сообщаете родителям и школьнику, что ребенок умеет решать поставленную проблему. Ну и, соответственно, мне вот кажется, что здесь немножечко произошел перекос в нашем с вами случае, не потому, что мы это сделали умышленно, а от недопонимания. Прежде всего. Потому что нам показалось, что решение задач – это задача качественная, в смысле, это количественная задача, задача расчетная. На самом деле решение задач – это очень широкая форма, когда ребенок в ходе своей работы находит решение любой учебной поставленной задачи. Вот. И, соответственно, именно решение задач должно быть широко использовано, его легко использовать. Здесь не нужно придумывать проблему. Вот это просто сделать. А учебное задание, соответственно, работает в том случае, если на уроке была разобрана проблемная ситуация, и ребенок активно участвовал в ее решении, чтобы добиться результата. Итак, мы сворачиваем две эти формы контроля. В решении задач мы говорим, что это решение поставленной задачи, процесс решения поставленной задачи. А учебное задание – это работа в рамках проблемной ситуации. Ну вот, а теперь у меня к вам вопрос. Перед вами находится задание, предложенное по таблице. Давайте подумаем. И, может быть, напишем в чате, если вам активно. Или можно, так сказать, включить микрофон и озвучить вслух, какую бы форму контроля вы выбрали здесь при выставлении отметки школьнику в случае работы на реальном уроке. Как вы думаете, что это такое? Какая это форма? Ну вот, судя по тому, что я вижу, что пишут, народ пишет, что это учебное задание. Значит, а это означает, что я недостаточно актуально объяснила этот момент. Значит, учебное задание предполагает действие в рамках проблемы. Для этого проблему надо поставить. Если мы посмотрим на это задание, здесь есть таблица, здесь есть вопросы к этой таблице, здесь есть измененная ситуация по этой же таблице. Я бы сказала, такая практикоориентированная ситуация по этой же таблице. Но при этом никакой проблемы здесь не ставится. Значит, вы абсолютно правы. Можно выбрать решение задач и не пугаться, что здесь нет никаких расчетов. Или можно, вот был еще один вариант ответа, я его видела, практическая работа. Ну, я бы сказала, что вторая часть нашего с вами задания, про маму задание, это в данном случае как раз и есть та самая ситуация, когда мы можем сказать, что это применение полученных знаний на практике. Еще одно задание, прочтите его, пожалуйста. И опять-таки в чате среагируйте. Как вы думаете, что это такое? Здесь нужно составить схему для своего товарища, такой мини-определитель, который определяет царство по типу клетки. Обратите внимание, вы сейчас видите уже готовый вариант решения, то есть не сам интерактив, а уже то, что видит на слайде учителя, учитель, который работает с этим средством. Вот. Итак, мы с вами отвечаем. Опять у нас есть ответы, что это учебное задание. Да, но проблемы я здесь вообще не вижу. Здесь есть трансформация, трансформация некого содержания теоретического в схему. И, так сказать, к этой схеме придумана некая завлекалочка, которая позволяет ребенку интенсивнее и лучше работать с этим заданием. Как же так? Я сделал эту схему для своего товарища. Значит, действительно, мини-проектом можем назвать на самом деле, потому что есть продукт, база, под которой проведена важность этого. Можем назвать. Но вообще это классическое решение задачи. А первую группу мы с вами разобрали, они розовым цветом на экране выделены. Это то, что мы говорим, мы, так сказать, ставим отметку, когда наблюдаем использование теоретических знаний и перенос их на практику. А вот теперь целая группа форм, которые выделены голубым цветом в нашем меню, которые мы условно так разделили, когда готовились к этому вебинару, которые работают с устной и письменной речью школьника. Для чего мы это сделали? Вы знаете, это, ну, наверное, потому что, как все биологи, и я, и Евгений Александрович, мы любим делать классификации, работаем с классификациями. И нам, как биологам, эта форма работы понятна. Ну и хочется, дорогие коллеги, чтобы вам было легко работать с этим выпадающим списком. Потому что, когда на уроке выпадает 23 позиции, и в них надо быстро сориентироваться, это крайне-крайне сложно. А когда у тебя еще 30 человек непоседливых в классе сидит, это сложно вдвойне. И мы это понимаем. И вот у нас появилась такая условная, мы подчеркиваем, условная классификация. И вот давайте, Евгений Александрович, пожалуйста, обратно вернитесь. Я хочу немножечко поговорить здесь. Значит, диалог-полилог. Это деятельность, которая подразумевает общение при равенстве позиций. Доклад. Понятно, публичное выступление по определенному вопросу. Можно сказать, по заданной теме. Конспект. Сжатое изложение материала в тетради. Устный ответ. Сообщение на заданную тему. То есть тема формулируется или узко, или широко, но это не вопрос. Это тема. Опрос. Это ответ на вопрос, поставленный учителем. Терминологический диктант туда же не перечисляю. И я думаю, что мы сейчас, пользуясь вот этой сжатой табличкой, легко с вами будем определять формы наших заданий. Вот теперь переходим к следующему слайду. Посмотрите, пожалуйста. Работа ведется в паре. Здесь подобран наглядный материал, по которому школьникам предполагается, проанализировав рисунки, сформулировать клеточное положение. При этом заранее учитель ставит такую установку. Каждый участник пары выполняет одно задание. Ваша задача в паре совместная – вместе понимать два положения клеточной теории. То есть это генерится такая ситуация, в которой у учителя есть возможность дать детям пообщаться. Как бы вы выбрали, как бы вы назвали эту форму контроля? Ну, тоже Татьяна Владимировна, да, верно, пишет. Замечательно. Конечно, да. Диалог и полилог. И то, что мы слышали с вами такие реплики от учителей, что «А зачем мне на уроке биологии диалог и полилог?» «Зачем мне на уроке химии или математики диалог и полилог?» Это естественно, наверное, но мы с вами забываем, что мы живем в условиях уже третьих стандартов нового поколения. И, так сказать, нам приходится развивать не только конкретные предметные знания. Мы живем в метапредметности активно. Вот. И, так сказать, результатов метапредметных мы тоже должны достигать. Ну, а это задание еще некая попытка сделать, как бы вот пощупать это, понимаете? Когда вы в паре смотрите, как два-три человека общаются друг с другом и ставите за них, им за эту деятельность отметку в журнал, вы теряете время на уроке. Вот теперь представьте, вы дали возможность поработать двум школьникам. Скажите, их общий результат будет зависеть от того, насколько продуктивно они взаимодействуют друг с другом? Ну, наверное, он будет. А дальше придумывайте способ, как этот результат взаимодействия снять на знаниевой позиции. Я думаю, что вы придумаете это. Продолжаем дальше. Да, и такие вот метапредметные навыки, собственно, вот как их оценить, на наш взгляд, это один из таких предметов развития вашей методической кафедры. То есть вот как раз над этим нужно нам с вами работать. Ну, здесь очень все просто. Задание начинается с оставки рассказ о строении растительной клетки. В задании опишите только сходные черты сходства растительной клетки с животной. Есть некая тема, в которой очерчено, про что надо разговаривать, говорить, предъявлять. Можно предъявлять устно, можно предъявлять письменно. Обратите внимание на это, коллеги, что устные формы, вот эти, которые мы выделили, это устная или письменная речь. Ну, да как мы назовем данную форму? Замечательно. Вот даже никто и не сомневается, что это у нас с вами устный ответ. Совершенно верно. Переходим к следующему заданию. Перед вами тестовый вопрос. Вы его сейчас видите. Какую бы форму контроля в журнале вы поставили за выполнение этого задания? Задание, где нужно определить ткань. Или вот еще такой один пример, тоже из библиотеки Московской электронной школы, когда нужно распределить свидетельство эволюции по группам. Геогеографические, эмбриологические и так далее. Вот Ольга Давидовна включилась. Да, и другие коллеги тоже совершенно верно пишут, что это терминологический диктант. Вот, то есть терминологический диктант, дорогие мои, не обязательно диктовать определение и просить писать понятия. Можно использовать и другие более совершенные технологии работы. И то же самое тестовое задание для этой формы работы подойдет. Вот еще один вариант примера такой работы. Кажется, что, так сказать, это совсем не терминологический диктант, но тем не менее это владение терминами. Сначала дети переводят, используя латинские переводы, устанавливают соответствие между термином и переводом. А затем выполняют практическое задание, выполняют интерактив, когда подписывают, какие пластиды находятся в тех или иных органах растения, какую функцию они выполняют и какую окраску они имеют. То есть в данном случае это задание что делает? Оно раскрывает определенный термин и, так сказать, показывает, как с этим термином надо работать. То есть оно на себя берет даже большие функции, чем простое знание конкретного термина. Это работа с термином, терминологический диктант. Ну, а вот это что такое? Давайте опять-таки прореагируем через чат. Я специально, обратите внимание, это не находится на одном слайде, это на разных слайдах находится. Это просто отдельные задания. Да, абсолютно правильно. Они никак не связаны в тему, они идут по ходу урока. Вы по ходу урока обращаетесь к школьникам с теми или иными вопросами и получаете на эти вопросы соответствующие ответы. В данном случае это опрос. Для того, чтобы быть устным ответом, ему не хватает раскрытия темы. Он слишком частный, этот вопрос. Поэтому я надеюсь, мы с вами развели прежде всего устный ответ и опрос. Устный ответ – работа по теме, с темой. Вопрос. Опрос – это работа с конкретным вопросом. Я думаю, что мы можем продолжать, Евгений Александрович, дальше. Ну, вот эти формы работы я иллюстрировать не буду. Я думаю, что вы здесь справитесь без меня. Все эти формы сюда попали, потому что это и есть контроль уровня достижения образовательного результата. Сформированность его по какому-то широкому содержательному куску нашей с вами программы. Значит, ну и тут уж каждый из вас работает так, как считает нужным. Кто-то любит зачеты, кто-то любит проводить в форме теста такой опрос. Обращаю ваше внимание, новая форма работы, комбинированная работа. Почему она появилась? Потому что здесь присутствуют в этой работе не только практические, но и задания теоретические. То есть это не только проверяет знания, эта работа проверяет еще умения и навыки. И мы с вами живем в этих условиях, мы понимаем, что мы это должны делать, потому что государственная итоговая аттестация тоже выходит на этот формат. А вот у контрольной работы я поставила большие знаки вопроса. Давайте сейчас, сейчас внимание, ответим на этот вопрос, почему контрольная работа так представлена, во-первых, скудно, а во-вторых, мы ее не находим, вернее, мы ее сейчас в форме контроля видим, но формой контроля не называем. Видите, я ее не стала определять в этой табличке, потому что на самом деле контрольная работа – это разный тип контроля, который может быть выполнен как диагностический, как тематический, как итоговый. И особенность этого типа контроля заключается в том, что его продолжительность значительна. Понимаете? Она занимает урок, эта форма контроля. В нашей, к сожалению, пока в библиотеке в ЭЖД не появилось у нас такой выпадающий список тип контроля, но мы впереди с вами ждем этого новшества, что оно появится, и мы будем выбирать разные формы контрольных работ, и тогда вот эта строка в форме контроля, контрольная работа, она исчезнет из этого списка, и она будет находиться в журнале в другом списке, то сказать, который будет находиться на верхней рабочей строке. Я предлагаю дальше вот перейти к следующему блоку, Вячеслава, да, внешне-внутренне оценка. Значит, вот перед вами опять-таки табличка, я вот здесь даже как бы рекомендую, наверное, может быть, сфотографировать, потому что мы очень старались, чтобы это все было понятно, чтобы выделить логику в этих формах опроса. Творческая работа, конкурс, олимпиада, проект и конференция объединились в одну группу, потому что они могут быть как результатом внешней, так и внутренней оценки. Если школа проводит конференции научные внутри своего образовательного учреждения, что не редкость, то это внутренняя оценка. Если мы участвуем в городских соревнованиях, то это уже внешняя оценка. И в любом случае за продукт творческой деятельности или за продукт проекта отметка в журнал должна попадать в том случае, если есть не просто участие, а есть результат. То есть ребенок получил некий результат, а не просто поучаствовал. Конференция, в отличие от продукта и творческой работы, и конкурс, отметка ставится за представление творческого продукта. То есть я сделал такой продукт, теперь я его представляю своим товарищам на конференции или на конкурсе. Ну, а Олимпиада, она оговорена как способность к решению, как способность к решению творческих задач. Но вы понимаете, что, конечно, ребенок-олимпиадник, он решает творческие задачи. И те задания, которые выпадают, они не только знаниевые, но и предполагают посмотреть на процесс с той или иной стороны и по-другому немножко. Поэтому вот это названо таким образом. Продолжаем, Евгений Александрович, дальше. По поводу домашнего задания, я думаю, вы меня поняли, я даже останавливаться не буду, что 20% выставленных оценок должны подразумевать вопрос, а какова была степень самостоятельности в ходе выполнения этой работы. Поэтому перспективы у этих строк в форме контроля тоже нерадужные. Они находятся здесь на переходный период, только потому, что учителя эту форму работы выбирают очень часто, чтобы не было сразу сложно работать с формами контроля. Так, ну что ж, уважаемые коллеги, вот мы с вами познакомились чуть подробно про те формы контроля, которые на данный момент существуют в электронном журнале. Вы их видите, да, в журнале дети и их родители тоже видят в своем дневнике, да, то есть когда они смотрят, какая оценка была поставлена учителем и за какую форму работы, да, соответственно, эта информация, она будет видна всем участникам образовательного процесса. Поэтому, когда мы с вами выбираем, да, вот эти формы, здесь нужно понимать все-таки, за что же мы с вами ставим ту или иную отметку, да, и выбирать правильные формы контроля. И использование вот этих форм контроля таким образом, да, ученику и его семье дает понимание, какие умения оцениваются у учащегося. Ну, а нам с вами, во-первых, дает понимание разнообразия форм оценивания, того, какую деятельность мы с вами можем организовать для достижения, да, вот того или иного образовательного результата. Ну, и прорефлексировать, да, как же мы с вами поработали, какие формы контроля западают у наших ребят, над чем нужно работать, да, и как корректировать образовательный процесс. Итак, и в завершении нашего вебинара мы вам предлагаем пройти такой небольшой опросник, значит, те, кто пользуется QR-кодами, да, соответственно, можете уже отсканировать со слайда. Значит, те, кому удобнее перейти просто по прямой ссылке, сейчас я кидаю ссылочку в чат. Так, вот я ее скопировал, так, и вот я ее отправил. Значит, когда вы перейдете по ссылке, там несколько вопросов, это анонимные вопросы, да, но нам очень важно понимать, да, вот что в итоге, да, чем пользуетесь вы, какие у вас есть мысли по поводу того, о чем мы с вами сегодня общались, да, потому что наша с вами работа, она нацелена на то, чтобы вам было легче, да, и чтобы мы с вами достигали тех образовательных результатов, которые у нас обозначены. Итак, значит, либо по ссылке в чате, да, можно перейти, либо по QR-коду, кому как удобно, да, пожалуйста, буквально, да, несколько минут занимает ответы на вопросы. Там нужно либо выбрать из выпадающего списка, да, вариант ответа, и, коллеги, это очень важно для дальнейшей работы, поэтому, пожалуйста, вы устали, конечно, мы это понимаем, но институту очень важно, чтобы работа института была полезна не только внутри института, но и прежде всего вам, основным потребителям нашей работы. Поэтому, пожалуйста, пройдите по этой ссылке и ответьте на вопросы. А я сейчас еще несколько слов, пока вы работаете, скажу, вот о чем очень интересный вопрос появился в чате по поводу веса отметки. Очень коротко. Значит, обычно мы говорим о том, что вес отметки 3 ставится за внешнюю диагностику, то есть за то, что проводится вне стен школы. Далее вес отметки 2 – это обычно комплексные работы, которые проверяют комплексные знания, умения и навыки. Именно комплексные работы. И вес оценки, вес отметки 1 – это все, что осталось остальное. Обычно вес отметки определяется внутри школы локальным актом, и у администрации школы есть возможность этот вес отметки определить. Ну, а рекомендации я вам сейчас озвучила. Такое. И, уважаемые коллеги, если у вас будут какие-то вопросы, то не стесняйтесь, вы можете обращаться в наш институт по вот этому адресу электронной почты или по телефону. Наши специалисты вам ответят на все ваши вопросы. И дополнительная информация представлена на сайте нашего института из МИТО МГПУ. Там же вы в разделе «Фото и видео» найдете запись этого вебинара. С тем, чтобы те вопросы, которые вы не успели зафиксировать и, так сказать, отметить себе, можно было посмотреть еще раз в любое удобное для вас время. И большое спасибо. Сегодня была удивительно теплая, удивительно дружеская аудитория, с которой было очень и очень приятно работать. Большое спасибо за ваш отклик, за то, что вы не молчите, за то, что вы пишете так много хороших слов в чате. Это очень ценно, это дает понимание того, для чего в этой жизни работают методисты. Спасибо большое, коллеги. Вам хорошего дня и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова